В таком виде хорошо представляется три раскраска. И вот сейчас я хочу рассказать, почему три раскраска сводятся вот к этой вот предполагаемости. Во-первых, тут есть некоторая идея кодирования. Что вот эти булевые переменные, они же биты, нужны, чтобы кодировать информацию. Соответственно, если у вас больше, чем два варианта, то нужно больше, чем один бит. Вот если у нас раскраска сводится, то у нас как раз три варианта. Но три это как не степень двойки, но ясно, что мне нужно два бита. Соответственно, мы заведем до каждой вершины гит. Значит, до каждой вершины гит мы заведем переменные бит и у. Мы будем считать так, что, например, нам там будет четыре варианта, нам только три нужно оставить. Вот. Но вот удобно считать, что как бы 0,0 это не бывает. Ну, а как бы 0,1 это цвет 1. Значит, 1,0 это цвет 2. Да, то есть это поито и куто, это точная запись номер цвета, а нулевого цвета куто. Соответственно, до каждого ни у нас будет условие просто дизъюнкции поито или куто. Значит, такое битая или убитая, значит, это условие корректности цвета. Так что, действительно, каждая вершина накрашена вот в этот цвет, в эту куто. Это означает, что из двух хотя бы одна единица. Да, из двух хотя бы одна единица. Вот как раз едини с винты. Вот. Ну, а кроме того, это должна быть правильная. У нас краска, да, то есть для, значит, для каждого ребра нужно, чтобы его концентрик покрашен в разные цвета. Да, то есть если есть ведро и жидкое, то должно быть следующее. Да, все-таки вот здесь пригодится то, что Александр Васильевич рассказал. Значит, нужно написать, что следующее должно быть. П и Т не равняется Ф и А жито. Или Ку и Т не равняется У жито. Да, когда два числа двух битовых не равны, когда либо первые биты не совпадают, либо вторые, либо и другие. И те и другие. Вот. Это как раз умножается вот так вот, что либо старшие не равны, либо младшие не равны. Ну и потом этого немножко привести к КМФ. Так, ну или да, будем это проделывать? Будем. Обещали, что любую можно. Любую можно. Ну, можно разными способами. Нет, надо суметь записать то, что П и Т не равно прожитому. У нас нет такого логической функции «не равно». Ну, хорошо. Ладно. Ладно. Значит, не равно. На самом деле, есть технологический функций, называется исключительно или. Значит, либо одно, либо другое, но не оба стразы. Вот. Но можно и через вот эти вот записать. Значит, тут получится, что либо П и Т и отрицание П и ЖТ. Значит, или, наоборот, отрицание П и Т и П ЖТ. Значит, или, соответственно, у ИТ и отрицание П и ЖТ, или отрицание П и П и ЖТ. Это правда. Ну что, все согласны? То есть, когда они равны, либо когда это единица, а это ноль, либо когда это ноль, а это единица. Вот. Значит, дальше, дальше нужно сказать следующее. Что на самом деле, конъюнция и дизюнция ведут себя подобно сложению и умножению. Значит, а это верно следующее. Что А и В, или С, это то же самое, что А или С, и В или С. Значит, правдость компетентности здесь верно. Значит, ну, можно просто проверить. Ну, можно сказать так же, когда верна дизюнция. Когда либо С верно, но тогда и вот это верно, и вот это верно, значит, у С верно. Либо верно А и В. Но если А и В верно, значит, А верно и В верно. Раз А верно, то верно вот это. Раз В верно, то верно вот это. А значит, все же верно. Вот. Это заняло одну сторону. Что если верно левое, то верно правое. Теперь пусть правая верна. Но если правая верна, значит верна вот эта вот скобка и вот эта вот скобка. Но дальше тут есть разные варианты. Может быть, в одной из скобок верна С. Но если в одной из скобок верна С, тогда верна вот здесь, и тогда слева тоже верна. А может быть, в обеих скобках С неверно, тогда в этой верна А, в этой верна В, и тогда, соответственно, на конкурсе А. И значит, все вместе тоже верно. Значит, из левого следует правая, из правого следует левая, значит, они не говорим. Ну, чего так понятно? А дальше тут можно увидеть, что получается четыре скобки, и мы их можем так все раскрыть. Ну... Будет шестнадцать. Да, будет шестнадцать. Значит, будет шестнадцать, но на самом деле поменьше. Потому что среди шестнадцати будут те, где взялось планитая, а потом или отрицание планитая. Да, это будет одиннадцать. И тогда уже не важно, что именно взяли отсюда. То есть их будет на самом деле... сколько? Четыре? Ну, вроде да. И, соответственно, Бито или Бжито. Или отрицание Бито или отрицание Кушито. И, соответственно, отрицание Бито или отрицание Кушито. И последнее, что отрицание Бито или отрицание Кушито. Ну да, умение распевать скобки. В общем, на самом деле можно было бы немножко сэкономить, если бы сразу сообразить, что можно вот эту штуку написать по-другому. Значит, здесь мы написали, что либо первый равен единице, а вторую нулю, или, наоборот, первая нулю, а вторая единица. А можно было бы написать по-другому, что среди этих двух есть ноль и среди этих двух есть единица. И тогда это было Бито или Бжито. Это означает, что среди них есть единица. И, соответственно, отрицание Бито или отрицание Кушито. Среди них есть ноль. Они считают, что это то же самое. То есть не равны, если среди них есть ноль, а среди них есть единица. Ну, а тогда видно, что здесь такая же штука. Как раз уже не 16 вариантов, а действительно 4 варианта, если так попарно раскрывается. Так, ну что, понятно? Боюсь, что уже не очень. То есть вот эта нижняя строчка... Вот это понятно, да? Нет, это понятно. Ага. Непонятно, почему получается из нее только 4 варианта. Нет, ну смотрите, если бы мы написали вот так вот, вот эту вот штуку, да. А тут, соответственно, написали бы Кушито или Кужито и не Куито или не Кужито. Да. То есть теперь у нас уже как бы скобки. То есть тут у нас структура получается такая, что А и В или С и В. И это уже раскрывается как А или С, и А или Д, и В или С, и В или. Соответственно, в качестве А выступает вот эта вот штука, в качестве Б выступает вот эта вот штука, в качестве С, вот это вот и в качестве Д вот это вот. Теперь поняли? Ну так или иначе получилось. Значит, получилось, что три раскраска мысли и приводимы о таких условиях. Продолжение следует. Спасибо.